Это День города в студии Кристины Бочкарёва. Здравствуйте! Главная тема дня. Отремонтировано 36 километров городских дорог и благоустроено 59 дворов. Глава администрации города Рязани Виталий Артёмов выступил с публичным отчётом. Идёт большая вода. В мэрии обсудили подготовку к весеннему половодью. Чёрно-белый мюзикл. В музыкальном театре прошёл предпремьерный показ спектакля «Римские каникулы». Публичный отчёт главы городской администрации Виталия Артёмова прошёл вчера, 5 марта, на площадке городской библиотеки имени Есенина. Мэр озвучил итоги работы администрации за 2023 год и планы по дальнейшему развитию города. За прошлый год в Рязани отремонтировано 36 километров городских дорог. В ходе публичного отчёта Виталий Артёмов отметил, что это удалось сделать в ходе реализации нацпроектов и программ. Помимо этого благоустроены почти 60 дворов, приведены в порядок общественные пространства. Построено больше 330 тысяч квадратных метров жилья. Виталий Артёмов отметил, что в прошлом году досрочно закончилась программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Расселено 8 домов и больше 120 человек. Теперь, по словам мэра, город готов приступить к реализации новой программы. Её ждут 1500 человек, жители 65 многоквартирных домов. Благодаря правительству Рязанской области завершился ремонт северной окружной дороги. По итогам 2023 года отремонтированы 32 участка уличной дорожной сети города Рязани, в том числе 17 участков в рамках реализации национального проекта безопасной и качественной дороги. В рамках второго этапа модернизации уличного освещения заменено 320 километров провода на самоизолированный, заменено около 4000 устаревших светильников. Построено два детских сада в микрорайонах Семчина и Кольное. В последнем, кстати, открыта ещё и 76-я школа. Начали строительство ещё двух. Семь школ капитально отремонтировали. В микрорайоне Приоковский после реконструкции открылась детская школа искусств номер 5. В рамках нацпроекта «Культура» созданы две модельные библиотеки. Среди планов на 24-й модернизация ещё двух и открытие после реконструкции Дворца культуры и искусства. Рязанцам он больше известен как «ДК птицеводов». На публичном отчёте Виталий Артёмов поднял вопросы транспортного обслуживания. Автопарк общественного транспорта обновлён, заявил мэр, притом значительно. В марте ожидается 8 новых автобусов. В течение года приобретут ещё 20. Коснулись и щепетильной темы – уборки дорог и тротуаров. Мы стараемся перезагрузить работу дирекции по благоустройству города. Видим свои ошибки. Стараемся максимально оперативно их исправлять. Делаем это в сложившихся условиях, в сложившихся условиях рекордных снегопадов. Этой зимой из города было вывезено в 4 раза больше снега, чем в прошлом году. Видим, где необходимо изменить технологический подход, чтобы учесть опыт этой снежной зимы и в следующем сезоне не делать тех ошибок, которые сделали. В ходе публичного отчёта Виталий Артёмов затронул и важное для города событие. В прошлом году указом президента страны Рязани присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». В памяти о трудовом подвиге горожан в областном центре решено установить стеллу. Место уже определено. Сквер у железнодорожного вокзала «Рязань-2» на пересечении Первомайского проспекта с улицей Вокзальной. Работы планируется провести до конца этого года. По итогам выступления глава администрации Виталий Артёмов ответил на вопросы собравшихся. Рязанцев интересовали такие темы, как строительство учреждений социальной сферы, благоустройство дворов, развитие общественного транспорта, капремонт дорог, благоустройство парков, переселение из аварийного жилья и другое. 5 марта в администрации Рязани чиновники и представители МЧС и ГИБДД обсудили подготовку к весеннему половодью. Среди прочего поговорили о мониторинге паводковой обстановки, про подготовку к обустройству мостиковых переходов в районах подтопления, а также о проверке средств оповещения жителей и готовности помещений для временного размещения людей. Особое внимание власти уделили поселку Борки, а также состоянию понтонного моста на улице остров в Рязани. Во время весеннего половодья 2024 года уровень воды в реках Рязанской области будет не ниже среднемноголетних значений. Вместе с тем метеорологи допускают превышение этих отметок вплоть до полутора метров. Тем не менее, вода в водоемах уже начинает подниматься. Согласно мониторингу, уровень воды в оке суммарно за март поднялся на 6 сантиметров. 4 марта ока вышла на нулевую отметку. Напомним, что в прошлом году это случилось позже, 16 марта. В СМИ отмечают, что выход воды на пойму, которую считают неблагоприятным явлением, происходит при показателе в 350 сантиметров выше нулевой отметки. Бывший сотрудник ветеринарной станции предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и служебном подлоге. Об этом рассказали следователи. Подробности уголовного дела далее в сюжете. Бывшего сотрудника ветеринарной станции будут судить за взятку и служебный подлог. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Как удалось выяснить следователям, все произошло в период с августа 2020 года по декабрь 2022. Обвиняемый, являясь сотрудником ветеринарной станции, получил от индивидуального предпринимателя в качестве взятки более 700 тысяч рублей за выдачу ветеринарных сопроводительных документов на мясо и мясную продукцию, содержащих заведомо ложные сведения о факте проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Спонсор программы «День города» – выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. В Рязанском областном музыкальном театре новая постановка. Мюзикл Андрея Кротова «Римские каникулы» – это спектакль по мотивам американской романтической комедии. Идея рассказать о встрече принцессы Анны и журналиста Джо Брэдли родилась в театре еще до пандемии. Правда, реализовать задумку удалось лишь в этом году. Тайна веков на сцене Рязанского музыкального театра предстает перед зрителями в виде черно-белого мюзикла Андрея Кротова по мотивам американской комедии 50-х годов прошлого века. Первое действие и правда напоминает старое кино, но с яркими акцентами в одежде артистов. Значит, у нас была цветовая гамма, в которую вошло несколько ярких активных цветов и большое количество фактур. То есть вот костюмный ряд выстраивается, как работает художник-модельер с подиумным костюмом. То есть коллекция, выстроенная на подиуме. Задумка художника по костюмам в том, что у принцессы Анны и репортера Джо Брэдли есть свои цвета, которые отражают их внутренний мир. Эта же палитра включена в образы других персонажей в зависимости от степени эмпатии к главным героям. Наверное, больше всего было уделено внимание артистам в плане именно взаимодействия, поскольку все-таки мюзикл – это драматическая история. И помимо музыки здесь очень важно именно чувствовать друг друга, чувствовать партнера, быть в цепке. Относительно авторского текста, который был у меня, я чуть больше приблизила к фильму. Поскольку, мне кажется, это сама по себе полноценная история и какая-то дополнительная форма, она была бы излишней. Хочется больше уделить внимание чувствам героев их личной истории. Сама история повествует о принцессе, которая хочет простого человеческого счастья. Обрести его ей помогает журналист из газеты. Свои чувства и эмоции персонажей передают не только с помощью слов, но и каждым движением и даже походкой, рассказывает балетмейстер мюзикла Софья Прилудская. Мюзикл – это форма. А форма всегда создает, помимо одежды и декорации, это все-таки пластическое действие. В каждом из своих мюзиклов я стараюсь соблюдать стилистику, выбранную мной или режиссером. И я стараюсь, чтобы не было такого, что «А сейчас мы начнем танцевать». Моя задача как хореограф не только поставить танцы. Я выбираю ритм, с каким будут работать, например, персонажи, какая у них может быть походка. Или же, например, я пытаюсь сразу придумать какую-то мизансцену, если это массовые номера. Добрый день! Почина! 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 Хватит! Оставьте меня в покое! Вам не здоровьица! Я пошла за доктором! Весна – это всегда время пробуждения природы. Так, любовь, подобно этому сезону, тоже оказывает нечто похожее на персонажей. По мере развития сюжета черно-белая постановка обретает свои яркие цвета, как бы намекая, что серой жизни обязательно сменит яркая палитра приятных событий. Достаточно лишь начать замечать чудо в каждом мгновении своей личной весны. Вам, как всегда, да, как обычно, на сабрике, если не жить. Вы знаете, это ведь сказка на самом деле, причем как бы сказка с тихой грустью. То есть там нет свадьбы в конце. Это хэппи-энд, ну, хэппи-энд, не хэппи-энд. Главное, она о вечном, что все проходит, но остается что-то вечное. И любовь остается, и Рим остается. Об этом мы и поем в конце. В мюзикле «Римские каникулы» царит атмосфера внутренней свободы и счастья. А еще проблема выбора между материальными и духовными ценностями, которые так же, как и любовь, будут актуальной темой в искусстве во все времена. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Икра и рыба Камчатская снова в Рязани, возле торгового центра «Премьер». Полюбившаяся многим рязанцам продукция каждый месяц в нашем городе. И вот снова, накануне 8 марта, есть возможность приобрести деликатесы. Долгожданная весна вступает в свои права. И сразу начинается с самого нежного торжества – Всемирного женского дня. Праздничный стол в официальный выходной день непременно должен быть. А лучшим угощением для себя, близких и друзей станет красная рыба и икра. То есть, мы жили на Дальнем Востоке, там приобщились к этому. Переделось мой марта – икру. Чавыча, филе и что-то… Ну, короче, две чавыча только разные. Просто хочу побаловать себя, имею такую возможность себя порадовать любимым. Кстати, употреблять морепродукты в пищу можно и тем, кто соблюдает диету. А врачи и вовсе настоятельно рекомендуют включить морскую рыбу в ежедневный рацион. Это профилактика простудных заболеваний, анемии и многих других проблем со здоровьем. Рыбу купили хорошую, вкусную, слабосоленую. Праздник, праздник, только праздник. А самое главное, что привлекает людей к выставке продажи икра и рыба Камчатская – непревзойденный вкус, свежесть и качество. Я люблю чавычу. Она в меру соленая, приятная и хорошая икра. Вернулся не просто так, поэтому, что хорошая рыба. Всем рекомендую. Какие любят свои продукты? Икру, беларайбицу, чавычу. Да, пришли за этим, потому что это качество, культурное обслуживание, все свежее. О, ценовая, цена и качество совпадает. Чавыча, нерка, беларыбица, палтус, тунец. Ассортимент из 35 видов рыбы горячего, холодного копчения, малосоленой, а также зернистая икра. И все можно попробовать прямо здесь, у прилавка, прежде чем приобрести. До 10 марта включительно выставка продажи икра и рыбы Камчатская возле торгового центра «Премьер». Не пропустите. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, беларыбица. Все производителя. С 4 по 10 марта. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова